Есть очень интересный намек о том, что составляет суть человека. Если взять слово Адам, взять его буквы, из которых оно состоит на иврите, это АЛЕФ ДАЛЕТ МЭМ, то есть букв, которые мы таким образом дополним к слову Адам, составляется слово МИТПАЛЕЛЬ. Что такое МИТПАЛЕЛЬ? Кто знает? МИТПАЛЕЛЬ – это молящийся, то есть суть человека – молитва, связь с Творцом посредством слов. Шалом, дорогие друзья! С вами Давид Плескин в прямом эфире из святого города Иерусалима. И сегодня мы поговорим на очень важную тему – тему «Сила слова». И написано в нашей недельной главе Матод, я цитирую, «И говорил Маше главам колен сынов Израиля так. Вот слово, какое заповедал Господь. Если кто-то даст обет Господу или поклянется положить зарок на душу свою, то не лишит он силы слова своего. Во всем, как вышло из уст его, исполнит». Тора придает огромное значение слову, речи. По слову двух свидетелей, суд может приговорить виновного к смертной казни. По слову Коина, прокаженный становится нечистым, подвергаясь изоляции. И по слову Коина «чист», он возвращается к общине и своей семье. «Ла шонара» за слове считается у евреев одним из тяжелейших грехов. Неслучайно иудаизм называют людей не «хомо сапиенс», как в науке, а «медабир» – говорящий. Именно речью мы отличаемся от других живых существ. И то, что я упомянул про молитву, это говорит о том, что суть человека – это связь с Творцом. И об этом, о том, что такое слово, связь с Творцом посредством слова, мы давайте немножко в это углубимся. Слово на иврите «давар» имеет два значения – слово и вещь, предмет. Это намекает на то, что каждая вещь в мире – следствие слова. Или слова Творца, или человеческого слова. Слово Творца, что это означает? Написано в Тайной Торе, что есть духовная инстанция, которая называется «дварашем». Она каждое новое мгновение произносит слова, и то, что она произносит, реализуется. То есть, с помощью этой инстанции Творец постоянно продолжает творить мир. Как говорится в утренней молитве, по доброте своей он постоянно, каждый день возобновляет сотворение мира. Можно сравнить эту инстанцию с диапроектором, который проецирует картинку на стену. Самому проектору все равно, какие цвета, какую картинку проецировать, он все равно меняет ее каждый миг. Так же работает инстанция «дварашем». Вчера она говорила «минус банки», сегодня она может сказать «плюс банки» и так далее в любом аспекте. Поэтому важно понимать, что Всевышнему для того, чтобы изменить этот мир, не нужно ничего делать дополнительно. Ведь он постоянно, каждый миг творит весь этот мир из ничего. То есть, Всевышний не подобен столяру, который сделал стол и ушел, а мир подобен японскому фонтану, в котором вода постоянно бьет ключом, но издалека видится, как застывшее стекло. Тот, кто это осознает, его молитва другая, она больше влияет на мир. Так, посмотрим, кто нам пишет. Ага, доброй ночи, Аида. Почему так поздно? Потому что я сейчас нашел время, хотел вам передать ценную информацию. Я знаю, что люди будут смотреть записи. Для тех, кто со мной, я очень рад вас видеть. Всем доброй ночи. Пишите вопросы. Здравствуйте, Дмитрий. И мы продолжаем. Помните, я сказал, что вещь может быть средством следствия человеческого слова. Что это означает вообще? Так, это означает, что, например, как появился ваш компьютер. Один человек пришел к другому и сказал, давай делать компьютеры, я тебе заплачу. Тот сказал, давай. Так появился ваш компьютер, ваш стол, ваш дом и все окружающие вас неживые предметы. Пишет Рафхайм Фринделендер. Фринделендер. Очень важную мысль. Он пишет, что так же, как Всевышний сотворил и творит мир словом, Точно так же, человек, созданный по образу и подобию Творца, тоже творит мир своими словами. Это не цитата, это то, как я описываю то, что он говорит, то, о чем он пишет. То есть, представляете, какая ответственность на нас лежит, когда мы говорим слова. И поэтому нам нужно быть очень осторожными с теми словами, которые мы произносим, и даже которые думаем, ведь они влияют на весь мир. Поэтому так важно искать хорошее в других людях, поэтому так важно мыслить позитивно. Как говорится, думай хорошее и будет хорошо. Так что, дорогие друзья, я желаю вам правильно использовать ту способность, которую дал нам Творец. Способность речи, способность мышления, способность использования слов. Максимально хорошо, правильно, только в позитивных целях, я желаю вам использовать эту способность, думать и говорить, только хорошие слова. А тех, кто хочет узнать больше о том, как можно разительно и быстро изменить свою жизнь с помощью слов, я приглашаю на мой бесплатный вебинар, который пройдет с Божьей помощью уже в это воскресенье и называется «Настройка ума». Для участия в вебинаре нужно перейти по ссылке в описании этого урока на группу в WhatsApp. И там я дам вам всю необходимую информацию по поводу вебинара. Спасибо всем, кто был со мной. Будьте здоровы, счастливы. Так, сейчас посмотрим, есть, может быть, какие-то вопросы. Нет вопросов. Всем шаббат шалом. Счастливо.